Это русский космос. Здравствуйте. В студии Мария Кулаковская. И сегодня рядом со мной прекрасный представитель, на первый взгляд, совсем не женской профессии. Космонавт Елена Серова. Лена, здравствуйте. Здравствуйте. Лена, давайте начнем с самого главного. Наконец, обозначена дата вашего полета в космос этого события. Может быть, мы, россияне, ждали уже где-то 20 лет. Вот скажите, что вы испытываете, какие чувства, и насколько это событие для вас значимо? Я испытываю именно то, что ощущает человек, который понимает, что цель его уже близка. Но за этим были годы подготовки. Сколько лет вы уже готовитесь? С 2006 года. То есть вы уже готовитесь 6 лет к этому. А скажите, вот на ваш взгляд, почему подготовка была такой долгой? Почему в нашей стране происходила такая ситуация, что женщин, в общем, не давали хода в космос? Последний раз в космосе была Елена Кондакова. Это был 1994 год. Но до нее это были Терешкова, Светлана Савицкая. И потом все. На женской программе как бы поставили крест. У нас в нашей стране считается, что это профессия не женская. Профессия требующая очень много сил, затрат, энергии, тяжелый физический труд под собой подразумевает. Сами космонавты, ваши коллеги, они как-то по-особому к вам относятся во время подготовки? Нет. Мои коллеги, мужчины, космонавты относятся ко мне очень ровно, спокойно. Исторически сложившийся стереотип, как когда-то у нас считалось, что женщина не должна водить автомобиль, так, возможно, и в этой сфере деятельности в космонавтике точно так же сложился стереотип, что эта профессия не женская, что этот труд не женский. Сегодня число американок, летавших в космос, приблизилось к четырем десяткам. В России с женской космонавтикой все скромнее. Из ста российских космонавтов только три дамы увидели Землю из-за иллюминатора космического корабля. Однако причина не столько в мужском шовинизме, как принято считать, сколько в отсутствии особого интереса к профессии. В этом убедилась первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова. А вот скажите, кто из вас хотел бы выбрать профессию космонавта? Только два мальчика. Девчонки, а вы чего? С 8 и 10. Ну да, стрёмно летать. Лишь недавно кандидатом в космонавты была зачислена инженер РКК «Энергия» Елена Серова. Ныне единственная женщина в российском звездном отряде. Сейчас в отряде подготовки космонавтов вы единственная женщина? Ну, пока на данном этапе да. Вот я знаю, что Роскосмос в прошлом году проводил набор космонавтов, да, и выявилось, что, в общем-то, женщины не особо и хотят в космос. Нет, у нас были заявки, но прежде чем дойти до финала, а финал – это стать кандидатом в космонавты, отряда космонавтов, необходимо обратить много уровней. То есть это медицина, первичный отбор, далее более углубленный медицинский отбор, проверка на обучаемость, проверка на компетентность того, что ты можешь быть космонавтом. И не все проходят даже вот первый уровень. То есть проблема не в том, что женщины не хотят в космос, да, а просто они не проходят какие-то тесты? Конечно же, можно сказать, что по сравнению с предыдущими годами, сейчас женщин гораздо меньше, кто желает попасть в отряд, безусловно. Они есть, но их единицы, и не все доходят до финиша. У нас в стране, вот как мы ранее сказали, очень мало достойных примеров, всего три женщины слетало. Если бы их было больше, вероятнее всего, эта ситуация не сложилась бы. Но на перспективу я очень надеюсь, что найдутся девушки, женщины, кто захотят попасть в отряд, кто действительно любит эту профессию, кто болеет космосом, кто хотел бы прийти в отряд и принести стране соответствующую пользу. Да, ну понятно, что существуют какие-то стандарты, какие-то параметры. Все-таки вот какими характеристиками должна обладать женщина, которая хочет полететь в космос? Я думаю, это должна быть среднестатистическая женщина, обладающая хорошим здоровьем, у которой есть достаточно профессиональный уровень. То есть она должна быть инженером по образованию, да? Моя точка зрения, да. Но ведь среднестатистическая женщина не прыгает с парашютом. У вас сколько прыжков? 34 прыжка, в общем. Дело в том, что до прихода в отряд космонавтов у меня не было ни одного прыжка. И вас взяли, тем не менее? Да, безусловно, но это требование не выдвигалось. Это было бы желательно, но не обязательно в условии. Тем не менее, в процессе подготовки, прохождения, вообще космической подготовки, меня же отбирали, смотрели, как я прохожу данные испытания и делали определенные выводы. Потому что общая космическая подготовка, она не подразумевает, что ты все равно дойдешь до финала, и тебе будет присуждена определенная квалификация, что ты станешь в итоге все-таки космонавтом-испытателем. То есть это процесс достаточно длительный. И общая космическая подготовка, она является очередным этапом. Можно сказать, еще одной ступенькой к достижению данной цели. Ну хорошо, тогда скажите мне, что вам дается легко, вот сам процесс подготовки, а что, как бы, вот, может быть, не очень получается? На этот вопрос я всегда отвечаю так, что не бывает. Труд легким. Ничего легкого нет. Учеба – это тяжелейший труд. Физические нагрузки – это тяжелейший труд. То есть все это между собой надо сочетать. И сочетать таким образом, чтобы ты не потерял себя по дороге, то есть не растерял свое здоровье. Безусловно, у нас это все отслеживается, все держится под контролем. И тем не менее труд не может быть легким. Все испытания, все тренировки, они требуют от человека определенных личностных качеств. В общем-то, этот фактор тоже учитывается при отборе кандидатов в космонавты. Если этим набором ты обладаешь, если ты постоянно над собой работаешь, как над личностью, если ты можешь себя заставить, то у тебя, в общем-то, есть все возможности для того, чтобы ты прошел этот отбор и пошел дальше. Такое способна вынести не каждая женщина. После парашютной подготовки от маникюра ничего не осталось. Елена Серова даже на это не обращает внимания. Не смущает ее и вес снаряжения под 20 килограммов. Все, проверяй. Сегодня в отряде космонавтов 36 человек. 35 мужчин и одна женщина. Однако инструкторы не делают ей послаблений. Коррекцию на женский характер мы, конечно, делаем, это понятно. Не по блажке, а коррекция на женский характер. Потому что женщина и мужчина все-таки своеобразно, мы отличаемся немножечко. Стать космонавтом – давняя мечта. Поэтому закончила МАИ, потом работала инженером в РКК «Энергия». Опасалась медицинской комиссии, которая, как известно, к кандидатам не имеет снисхождения. Но врачи дали добро. Количество летавших в космос российских мужчин уже перевалило за сотню. А женщин на орбите было всего три. Все три полета – рекордные. Первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова. Светлана Савицкая – первая женщина, которая вышла в открытый космос. Елена Кондакова. Вместе с Александром Викторенко и Валерием Поляковым проработала на станции «Мир» 170 суток. До этого женщины в такие долговременные экспедиции не летали. Я когда прилетела на станцию, а Валера Поляков в том момент уже где-то, он полетел в январе, а мы прилетели в начале октября. То есть он уже был там полных девять месяцев. И он говорит, слушай, говорит, Лен, ты же теперь здесь у нас на станции, да, что теперь, говорит, каждый день придется бриться. Теперь, значит, матом ругаться уже особо нельзя. Экипажи в длительных космических полетах должны быть смешанными, рекомендуют психологи. Однако почему так мало женщин в отечественной космонавтике? Причины называют разные. Кто-то говорит о мужском шовинизме, кто-то, что наши женщины сами не очень-то желают стать космонавтом. Если вы посмотрите на послужные списки астронавтов КНАСА, это прежде всего военнослужащие ВВС Соединенных Штатов. То есть в наших ВВС вы не найдете такого количества, а по-моему вообще не найдете пилотов истребительной авиации женщин. Полет четвертой женщины-космонавта запланирован на ближайшие годы. Возможно, космическая экспедиция Елены заставит наших женщин по-другому взглянуть на звездную профессию. Быть прекрасной, при этом сильной, можно не только на Земле, но и в космосе. Скажите, а вот вы же тренируетесь с астронавтками, да? Нет, еще пока нет. Ну какие-то у вас же есть все равно личные контакты? Ну они в основном промежуточного характера. Ну, тем не менее, вы с ними знакомы, да, с девушками, которые... С некоторыми из них, да. Да, да, с некоторыми. Вот скажите, есть какая-то принципиальная разница между, допустим, ними и вами? Ну я не могу сказать так, на первый взгляд. Ну может быть, подготовка какая-то немного другая у нас и у них? У нас непосредственно. Требования другие, нет? Я не знаю, какие требования выдвигаются в нас, к американкам. Но я знаю, что при прохождении каких-то определенных этапов подготовки у нас в России, в Центре подготовки космонавтов, в общем-то, мы все стоим на одной ступеньке и требования одинаковые идут. Я знаю, что Светлана Саицкая в свое время очень так боролась за то, чтобы женщина вышла в космос второй раз, да, после Терешковой тоже какое-то время длительное не было женщин в космосе, и она очень так этого добивалась. На этих кадрах первая женщина, которая вышла в открытый космос. В августе 84-го Светлана Саицкая 4 часа провела за пределами орбитальной станции. Но, признается, за все это время на Землю так и не взглянула работа. Надо сказать, что мы не просто выходили, можно было просто сделать выход и как бы зафиксировать, что это рекордный показатель. Но у нас была очень сложная работа. Вы знаете, конечно, ни одна тренировка не может сымитировать то, что происходит за бортом станции. Светлана Саицкая и Владимир Джанибеков испытывали уникальное изобретение – инструмент для сварочных работ в открытом космосе. Мы старались, чтобы все было сделано как надо. Действительно, инструмент пошел, и американцы до сих пор, по-моему, не имеют такого инструмента. Сегодня многие ученые полагают, что женщина больше подходит на роль космонавта. Она более стрессоустойчива, у нее меньше массы тела, требуется меньше калорий и меньше отходов жизнедеятельности. Мужчины космического возраста, от 30 до 40 лет, чаще подвержены заболеваниям сердца. В организме мужчин большое количество железа, которое под влиянием космической радиации может достигнуть смертельного уровня. И, напротив, гормональная система женщины защищает ее от сердечно-сосудистых заболеваний. Женщины по природе своей, заложенной чисто такой физиологической, у нее организм более приспособлен, вернее, более склонен к приспособлению для различных условий. В начале 80-х Советский Союз и Америка вновь стали соревноваться. Женщина какой страны первой выйдет в открытый космос? Победила Светлана Савицкая. К счастью, мы сделали, и престиж за нами. Хотя потом, после нас, через несколько месяцев, вышла американка Кэти Салливан. Вот они потом, и она, и Салли Райт, первая женщина-астронавт-американка, они всегда шутили, вот только мы соберемся что-то стать первой в чем-то. А тут ты полетела. Единственное, о чем Светлана Савицкая сожалеет, что не совершила еще один полет в составе звездного женского экипажа. Такой полет планировали на 87-й год. Лена, а как вы вообще решили стать космонавтом? Это была какая-то, может быть, мечта с детства? Желание появилось уже непосредственно в РКК «Энергия». Когда я работала инженером, даже, скажем, не желание, а появилась возможность. Потому что желание работать в космической отрасли, работать там, где все связано с космосом, оно появилось уже в осознанном детстве. Когда я первый раз посмотрела на ночное звездное небо, я поняла, что я буду неразрывно связана с космосом и с небом. Ваш отец военный? Отец военный. И очень часто маленькую он меня брал на аэродромы, потому что были проблемы с садиком. И непосредственно я там присутствовала. На меня никто никогда не обращал внимания. Но вот эта атмосфера, вот этот дух, он, видимо, меня захватил. И до сих пор он меня не отпускает. Ну а в космос вы попали? То есть вы работали уже в РКК «Энергия»? Нет, сначала я поступила в Московский абитуционный институт, сделая это сознательно, на аэрокосмический факультет, где мы и постречались с моим будущим супругом Марком Мячеславовичем Серова. Он шел немножечко с опережением по обучению, по поступлению на работу в РКК «Энергия». И я чуть-чуть за ним попозже пришла в «Энергию», хотя будущим уже понимали, что мы станем мужем и женой, где мы с ним вместе параллельно работали. Работали в разных отделах, и тем не менее, когда вот у меня представилась возможность подать заявление, я не думала ни секунды. То есть сначала подал Марк заявление, да? Конечно же, да. Сначала заявление подал Марк. Он, слава Богу, благополучно все прошел, он сдал внутренние экзамены на тот момент. У нас потом родилась дочка. И следующим этапом, это был следующий набор, мне представилась возможность, я подала заявление и прошла успешную медицину. После того, как у вас уже появился ребенок? Да, конечно же, конечно же. То есть как бы я отдавала себе отчет, что задача женщины в семье. Как женщины в семье выполнены, да? Совершенно точно. Теперь можно подумать о глобальном. Совершенно точно. Насколько сейчас интенсивные тренировки ваши? Ну, тренировки идут в том же ключе, как и обычно. В общем-то, достаточно интенсивно. Опять же, они включают в себя и обучение, какие-то изменения по новому кораблю. Далее тренировки тренажерные в тренажерах. Опять же, физическая культура, иностранный язык. Вероятно, может, какие-то командировки плановые. Что больше привлекает вас? Вот какого рода тренировки? Что самое интересное? Я вот так не выделила, что именно больше всего нравится. Нет, ну вот вы говорите изучать. Мне нравится то, что у меня... Прыбать с парашютом. Разные вещи, разные. Вот это-то мне и нравится, что ты постоянно в динамике. У тебя постоянно идет смена. Сначала ты учишься, потом у тебя физические нагрузки. Далее какие-то тренировки. Это все очень интересно. Все это в жизни может пригодиться в дальнейшем для тебя. Это опыт достаточно незаменимый. Опыт, который никто никогда тебе не расскажет. В книгах ты этого не прочитаешь. Даже если ты прочитаешь, ты не будешь знать, как это применить. То, что ты сам пережил, это незаменимо. Межпланетные космические полеты становятся все более реальными. И большинство медиков, да и космонавтов склоняются к тому, что будущее таких экспедиций за смешанными экипажами. Где поровну и мужчин, и женщин. Если передо мной поставят задачу полететь на Марс, я эту задачу выполню. По мнению специалистов, идеальный вариант для длительных космических экспедиций – полет семейной пары. Муж Елены, Марк Серов, уже получил квалификацию космонавта-испытателя. Возможно, именно этой космической семье предстоит полет в дальний космос. И вполне вероятно, командиром нелегкой экспедиции впервые будет российская женщина – Елена Серова. В последнее время, я читаю, появилось очень много научных работ, в которых как раз доказывается, что космический экипаж может быть идеальным только в том случае, если в нем присутствует женщина. Вы разделяете это мнение? Я считаю, что экипаж может быть идеальным, если там грамотно подобраны психологически совместимые люди. Безусловно, древние были не глупее нас, когда придумали понятие начала женского и начала мужского, чтобы это было какое-то гармоничное развитие процесса. А вот коллеги мужчины, ваши коллеги, они никогда не говорили вам, зачем ты идешь в космос, что тебе там нужно? Вроде бы есть у тебя семья и прекрасная дочка, и муж-космонавт. Тебе зачем это? Нет, говорили некоторые инженеры, сотрудники. Да, они мне так и говорили. Зачем тебе это все нужно? А чем пугали? Ну, никто не пугал, просто интересовались, что ты могла бы как обычная женщина в семье быть просто хорошей мамой, хорошей женой. На что я говорила? Я остаюсь хорошей мамой, хорошей супругой. И при всем при том, я хочу заниматься любимым делом, которое мне нравится. Почему нет? Ну, а как же все физические нагрузки, вот эти вот физические страдания, может быть, есть они? Или это так миф? Представлять и знать – это одно, а почувствовать – это другое. Вот если мне представится случай, все-таки я слетаю, я обязательно вам расскажу в студии, что я испытала, что я ощущала. Ну, судя по нашим коллегам, по астронавткам, я вижу, что они чувствуют себя, в общем-то, прекрасно в большинстве случаев и стремятся снова и снова полететь. Командиром 16-й долговременной экспедиции на МКС впервые в истории орбитальной станции была женщина – астронавт НАСА Пегги Уитсон. Для 52-летней Пегги это был второй старт на орбиту. Десять лет назад она совершила свой первый полет на МКС как научный сотрудник НАСА. На станции Пегги оказалась в компании пятерых мужчин, что не помешало ей полностью выполнить научную программу экспедиции. Включающую даже ультразвуковое исследование собственного организма. Я никогда не замечала ни во время полетов, ни в ходе подготовки некой дискриминации по отношению к женщине. Мне всегда везло. Я работала с людьми, которые с уважением относились к тому, что я делаю. Поэтому, надеюсь, в будущем все будет хорошо. Она американский астронавт. А сами вы прекрасно знаете, что в Америке несколько специфичные отношения мужчин и женщин, не как, допустим, в России. И какие-то действия, направленные со стороны экипажа в помощь, она, разумеется, отвергала. То есть она сама расставила все точки над «и», чтобы они работали исключительно на равной базе. Осенью 2007-го с Байконура Пегги Уитсон стартовала вместе с Юрием Маленченко и астронавтом НАСА Клейтоном Андерсоном. В космос экипаж отправился на Российском Союзе, с устройством которого Пегги была уже знакома. На занятия самое сложное, я думаю, что система управления по Союзу. Это самое трудное для меня, потому что я биохимик, и нужно учить много новой информации, которая выполнит это. Но самое интересное для меня тоже, потому что новое. Пегги Уитсон — первая женщина-астронавт, которой доверили командовать мужским экипажем столь длительное время. Когда Пегги в «Звездном городке» сдавала последние предполетные экзамены, в Хьюстоне состоялось еще одно символичное событие. Астронавт Эллен Ачоа была назначена на должность заместителя директора Космического центра НАСА. Так постепенно ломается многолетняя традиция освоения космоса, как работает для сильных мужчин. Рядом с ними все чаще оказываются не менее сильные женщины. Правда, пока только американки. Ну а если все-таки мечтать о каких-то долговременных полетах, к полету на Луну, на Марс, тем более ведь в программе «Марс-500» не было ни одной женщины, насколько мне известно. Это какое-то совпадение, случайность или просто не рассматривались женские кандидатуры? Нет, женские кандидатуры, безусловно, рассматривались, но, вероятно, в силу каких-то обстоятельств не сочли нужным их присутствие. По поводу того, как переносит женский организм невесомость, я могу сказать только одно, что по определенным данным женский организм переносит их легче, чем мужской организм. Насколько это действительно так, я смогу рассказать вам после того, как я осуществлю свою главную мечту, слетая. Мы будем непременно ждать этого события. Я хочу личный вопрос такой задать, если можно. Скажите, вот у вас такая замечательная космическая семья, да? То есть вы космонавт, муж космонавт, а ваш ребенок, вот он знает о том, что у него родители космонавты, он как-то гордится этим, по-особому себя ведет? Или же для него не существует профессии родителей? Ну, у меня дочь, Леночка, она, конечно же, знает, что родители являются космонавтами. Конечно же, она гордится, она начала осознавать, что профессия это очень редкая. И тем не менее, я объясняю ей, что заслуги родителей, они не являются заслугами детей, кем бы родители ни были. И прежде всего, ребенок должен сформироваться как целостная личность, как единица общества. В общем-то, меня очень радует, что она очень хорошо это воспринимает, эту информацию, что она осознает. По поводу стать космонавтом, она, когда была еще совсем маленькая, она говорит, да, конечно, я хочу. Потом она подросла, видимо, она стала осознавать, она видит нагрузки, она видит темп, видит распорядок дня и ночи. Она мне сказала, мам, ты не обижайся, но я, наверное, космонавтом не стану. И в силу того, что она девочка творческая, ей очень нравится спорт, мы хотим стать сначала гимнастами, теперь у нас следующая мечта поехать на Олимпиаду в качестве фигуристки. В общем-то, меня это радует, человек находится в поиске, ребенок ищет себя. Возможно, она когда-нибудь все равно к этому придет, но человек формируется как личность, она растет, она ищет. А ваши отношения с Марком? Вот нет у вас какой-то, может быть, профессиональной ревности друг к другу? Как это жить двум космонавтам под одной крышей? Мы не стали бы семьей, если бы нас все это не интересовало, потому что мы сформировались, вдвоем мы познакомились именно на почве космонавтики. Были наши первые разговоры. В общем-то, они у нас сейчас и продолжаются ежедневно. И, возможно, мы, наоборот, счастливы, потому что, приходя домой и, допустим, что-то обсуждая, передавая какую-то информацию определенную, мы понимаем друг друга, у нас есть взаимопонимание, а в семье это самое главное. Вот представляете, у вас муж-компьютерщик, он приходит домой, начинает вам что-то рассказывать, подушевленно, влюбленно в свою профессию. А вы не понимаете вот это АБВГД-язык совершенно, потому что космонавтика и вообще космическая отрасль, любая инженерная отрасль, как таковая, она подзревает определенную какую-то аббревиатуру, сокращение, какую-то специфику техническую. То есть вы общаетесь на своем языке? Конечно. И вам это удобно? Это замечательно? Совершенно точно. Хорошо. А вот о вашем предстоящем полете, который намечен на 2014 год, сейчас что-то уже известно? Кто будет вашим партнером в космосе? Командиром моим будет Кондратьев Дмитрий Юрьевич, третьего члена экипажа нам официально, я думаю, в ближайшее время озвучат. Это будет российский космонавт? Нет, это будет космонавт НАСА, насколько мне известно. Астронавт? Да, астронавт НАСА. Лена, я благодарю вас за интервью, спасибо, что пришли к нам в гости. Спасибо большое, что вы меня пригласили. Я напомню, что на студии сегодня была женщина-космонавт Елена Серова. Это была программа «Русский космос». До свидания. Русский космос. Русский космос. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok